Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала и кто иногда заглядывает на мой канал на канале томаты больше чем любовь Светлана Чернова живу я на средней Волге в Чувашии сегодня поговорим о черри и мелкоплодных томатах я их в одной в одном пакете храню потому что все же мелкоплодные томаты у меня не столько их много и вот что я в этом году выращивала что у меня получилось что не получилось ну и начнем естественно начну я с сафрочери это мой любимчик это я уже скажем сколько три года уже сажала как я его выращиваю это сипсат у меня вот подписчики говорят называйте фирму это сипсат содержание витаминов да много витамина ну и во всех томатах все витамины они есть и вот семена у меня есть 22 из 21 есть и 20 есть что о нем хочу сказать длительное плодоношение выдерживать затемнение затемнение и польза отличный вкус когда я показывала летом его мне многие писали что кисловат что трески растрескивается но я ничего такого о нем сказать не могу почему он на себе без особой формировки я выращивала его показывал там у меня дебри вырастали потому что он плодоносит бесконечно потом другом обзоре показал как там уже ведро этих томатов я занесла на дозаривание и вот из дозарившихся томатов черри я закрыла вот эту баночку у меня дочка спрашивает а ты прокалывал там в это каждый чтоб не лопну ничего не прокалывала помыла взяла и заложила вот посмотрите ни один даже вот при заливке кипятком ничего ничего не треснула я хотела его на день рождения мужаткой забыл банка остался думаю покажу в общем это защита афро черри тут пару томатиков красненьких есть вот тут тоже черри скорее всего может чего-чего сан мелкий остался и вот ну два-три томатика а в целом все афро черри даже они еще есть у меня на дозаривание я их уж не подняла одну баночку показать я думаю афро черри реабилитирован то есть он у меня остается я его пока не ни на что менять не собираюсь это из темноплодных ой а вот я забыла афро черри теперь я от другой фирмы взяла то же самое форма такая же по моему а элита а как я его забыла но в одном обзоре новинок я его показывала тоже афро черри но только гибрид может быть где-то вот когда другие семена для посадки буду показывать покажу это афро черри был есть и будет пока пока альтернатива какой другой в этом году у меня тоже помидор зебра ф-1 выжил там у меня только два томатика из всего лотка у меня же я сколько раз говорю что вот лото пропал и вот это зебра у меня росла и два кустика они у меня росли на одном кустике у меня получились вот коричневые томаты вот такие же как на рисунке а вот это зебра зеленые а вот куда то уже зебру коричневую выронила наверное ну выйдет а это вот из зеленых сделано хотя и гибрид но сделала кто-то говорит что выращивали не очень но мне очень они понравились тоже очень вкусные сладкие он у меня рос в другой теплице там ему может быть и высоты не хватало немножко и затенялась северная сторона но все равно был хорош зебра что еще в этом году я выращивала с этих а потом уже что будет может быть чё чё сан много говорить не буду хорош два года выращивал один год грунте другой год в теплице рядом с черри росли а сафро черри оба хорошие до последнего плодоносили ну уж у нас погода в конце сентября уже все недозрело сняли они уже дозарились ели хорошие томатики мелкоплодные чего чё сан я сейчас заказывала что я хотела там заказать из-за чего-то увидела чё чё сан оранжевый но я таких томатов еще дорогих не заказывала но зная красных красные решила заказать одну семечко 25 рублей но я чуть не упала но заказала а потом думаю надо было все же два семечка заказать на всякий случай ну все посмотрим с одного семечка может что получим буду показывать то есть у меня сезоне 20 23 будет чё чё сан красный и чё чё сан оранжевый ну на картинке тоже самое но только оранжевого цвета еще был у меня абрек тоже вот можно сказать немножко темноплодный томат вот такие до позднего они так фирма фирму я не назвала это фирма по-моему а простите это сады россии но давно куплены это семена сейчас уже сады россии немножко пересорты есть так через семена от автора а гавриш гавриш оранжевый тоже по моему были гавриш так а вот это абрек мелкий томат я себе тоже написала ну агросем тос агросем тос говорит научно-производственная фирма агросем тос заказывала у него есть у меня еще семена такие неплох чем сам томатики сладкие хотя и мелкие такие темно-шоколадные в обзорах у меня есть он я его показывал практически тоже до последнего заболевания ни кладоспориозом ничем он не был вот хорош абрек в этом сезоне будет не будет потому что другие сорта тоже надо пробовать ну у меня черный мавр от седека и уральского дачника по одному семечку посажу в этом году обязательно посмотреть что дают сейчас вот на уральский дачник некоторые жалуются у меня тоже проколы были а вот это седек и уральский дачник попробуем посадить по одному черный мавр черный шоколад у меня был несколько лет в этом году не было ну похоже есть я у меня вот другой вот черный вишенку купила скорее всего черная вишенка будет это я ж в москве купила не хватило у нас чуваши семян выписки в москве как же не зайти а вот зебра она недалеко выпала сорт раннеспелый с обильным плодоношением высокие естественно два метра достаточно крупные масса 15-20 граммов но вишенки такие тоже темноплодные я смотрю так сравниваю я с черным шоколадом так масса масса 20-28 но тут покрупнее черный шоколад конечно вишенка помельче так свирт черри пока отдохну ультра скороспелый правда сказано но и томатики томатики 20-30 граммов так он у меня в сезоне 20-21 был здесь видно достаточно крупный но до афро черри не дотягиваю майк полон выращивала вкусные такие игрушки тоже 20-21 новинка восемнадцатого года 25-30 граммов 3-4 стебли надо выращивать я его в один стебель растила ошибочно вообще афро черри ой простите черри в один стебель не стоит выращивать вот афро черри тоже сказано в один стебель выращивать я в сезоне 20-21 выращивала в один стебель но мне это совсем не понравилось вот в один стебель ну написано поверила зря был прокол я говорю на себя надо рассчитывать как у нас получается и вот этот майк полон тоже самое надо выращивать 3-4 стебля возможно тоже одно семечко посажу возможно так шоколадную конфетку сожалению до сих пор не смогла она у меня тоже попала в рассанный период очень хотелось это тоже ну 15-25 граммов очень мелкоплодный томат но за красоту взяла не получилось шоколадную конфетку узнать очень хороший черри очень сладкий тоже написано один стебель это мне опять-таки привозили из ооо вельмарин но это вот родственница мне из москвы эти семена привозила томат б 355 но тут столько семян пока будут сходить будут сажать гибрид такие вот вот это по моему вот как раз вот очень такие вот томатики нет я наврала это вот конечно поцелуй герани вот опять мелкоплодным поцелуй герани не взяла выложила вот он с таким носиком поцелуй герани то же самое но посажу я его тоже кустик очень красивые томаты такие кисти вот теперь голословно получилось все забываешь выложишь в другим этим недавно я семена сделала забыла положить сюда дальше черви кира черви ира киру никак не посажу уже много раз рассказывал мне его место в вишнебаре ха 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 прихожу домой на стенде было сумасшедший вишнебаре я купила его ну не смотрела еще в магазине семена забыла взяла прихожу оказывать черви кира ну мне написали не переживайте это одно и то же просто это гибридат сумасшедший вишни борисон черви рассажала очень много томатов семка фирма тоже семка ну очень очень грубая кожица два стебля выращивать сказано вот два стебля не надо его два стебля надо два три стебля выращивать ствола то есть подумаю ну вот тут у меня есть еще медовая капля тоже самые такие мелкие грушки сладкие сладенькие томаты ну естественно вот столько мелкоплодных и черри не посадишь один пару черри пару мелкоплодных ну вот томат самоцвет изумрудный гибрид ну никак не выброшу в прошлом году остались семена еще семнадцатого года купленные ну если взойдут раннеспелый усыпан очень вкусными плодами необыкновенные окраски вот ну тут ведь как усыпано плодами но у меня никак не получается очень мало плодов но опять таки я тут 30-40 граммов по 12-16 плодов высокорослых два с половиной ну раннеспелый но в этом году посажу без такой особой формировки вот как черри в свободном полете но дам последний шанс хоть уже я его бросил положила ну сердце слабое посажу дам шанс в этом году вот у меня еще здесь нет поцелуги ранее мелкоплодных еще есть есть еще мелкоплодные томаты но все естественно зебру не нынче не посажу я через год обычно сажаю афро черри будет обязательно по одному семечку обязательно одно так вот чио-чио саны вишенка черная все ну желтому вот оператор как дадим шанс наконец-то наконец-то наверное дадим все же самое ну дайте тогда раз дадим надо конечно очень мелко написано что с ним как там гибрид раннеспелый ну высокорослый действительно диаметром два два с половиной тридцать сорок граммов ну это как скажем очень такой достаточно крупные черри ну дадим шанс будет он у нас оператор тоже машет головой вот так с мелкоплодными истерии пока 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 не 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 не